Это видео возможно кому-то поможет, для этого собственно я его и делаю. Буквально недавно я сам искал такую информацию, но не в ютубе, нигде в интернете я ее просто-напросто не нашел. И вот в чем собственно суть. Короче у меня есть вот такой велосипед, вот такой советский велосипед Урал. И у него, в общем вот здесь вот звездочка стояла на 18 зубьев. И ход был очень тяжелый. По прямой можно было ездить конечно, но если чуть-чуть какая-то горочка, чуть-чуть какой-то подъем буквально, невозможно было короче крутить педали. Ну просто он тупо не ехал. Было очень тяжело. И вот в этом году я решил поменять звезду и начал искать информацию, но нигде не смог найти какую собственно звезду-то ставить. Потому что есть люди говорят, что даже на один зуб, примерно на 19 поставишь и легче едет. Но насколько легче, вот именно никто не говорит. Посмотрел я в общем звезды у нас по городу и нашел. Удалось мне найти звездочку на 21 зуб. Вот она кстати. Ее видно вот здесь. Вот она стоит. Это уже я поставил вот буквально пару дней назад. Так же пришлось купить новую цепь, потому что старая цепь она просто была уже короткая. И так же купил камеры покрышки. Ну в общем, купил это все поставил и попробовал поездить. Попробовал поездить. Ход конечно легче. Ход легче и уже можно заезжать в какие-то небольшие подъемы или в горочки, если разогнаться. Вот смотрите, вот здесь на 21 сейчас стоит 21 зуб. А здесь по-моему 48. Я в этом году не считал. В том году считал тут зубы и забыл. Но если хотите, можете посчитать, поставить на паузу. Я думаю вот так это сделать возможно. И в общем-то ход полегче конечно стал, но не настолько, не сильно в общем легче. Если например много горочек, да, там где вам надо ездить. Будет много горочек всяких, такая беспонтовая дорога. Возможно еще кого-то возить на рамки, да, если будете. Сейчас снимаю тут у меня это бывший свинарник был. Поэтому тут не очень убрано. То вдвоем, в общем человек, еще кого-то возить, да, то будет тяжеловато. Это короче мало на 21 звезду. Надо минимум ставить сюда на 24 зуба. Если хотите комфортно ездить, более-менее заезжать в небольшие горочки, в небольшие какие-то подъемы. И еще, чтобы кого-то возить, то лучше всего ставить на 24. А здесь вот, по-моему, 48 тут. Она как раз будет. Здесь прокрутишь педаль один раз, и колесо провернется два раза. Один к двум будет. Можно поставить даже и еще больше. Если у вас здоровья не шибко много, тогда уже ставить даже больше, чем на 24. Но не меньше, чем на 24. Вот сейчас стоит у меня на 21. Конечно, легший ход. Чувствуется. Но не так сильно. Все равно какие-то затяжные подъемы, хоть и небольшие, уже заехать довольно проблемно. Ну и перейдем уже от слов к делу. Сейчас я катанусь в этой долгой деревне. Здесь тоже есть горочки. И здесь не асфальтированная дорога. В общем, дорога не ахти, короче. Сейчас я проеду, и мы посмотрим, какие я смогу заехать горочки, какие нет. Единственное, только не знаю пока, как закрепить телефон. Вот это точно проблема. Очень сильно трясет камеру, но здесь ничего не поделаешь. Телефон я положил на грудной карман своей рубашки, и поэтому его так болтает сильно. Но специально какой-то камеры у меня попросту нету. Но все равно здесь, даже при такой съемке, будет видно. Там в одну горочку я не смогу заехать, а по вот таким небольшим холмам уже можно заезжать будет. Вот как раз мы видим здесь такой небольшой холм, потому что это неровная дорога. Вот здесь идет небольшой подъем. В принципе, ехать тут можно. Одному ехать можно. Каких-то особых усилий тут прилагать не надо, потому что подъем не особо большой и не шибко крутой. Но сейчас впереди будет горочка уже посерьезнее, и посмотрим докуда я смогу заехать на нее. Вот сейчас я спускаюсь с горочки, а дальше надо будет подняться уже в горочку. и посмотрим, насколько хватит вот этой звездочки. Вот мы видим, идет подъем, нормальный такой. И он тоже затяжной, этот подъем. Плохо, что болтает камеру, конечно. Вот, видите, все. Дальше, наверное, наполовину я заехал, может, чуть-чуть побольше. Дальше уже не заехать. Конечно, можно заехать, если лучше разогнаться, например, если там вставать на педали, стоя, то можно было заехать и даже на этот подъем. Ну, это уже такое себе. Это уже не от велосипеда, а там очень сильная нагрузка идет на сердце и на ноги. И это еще хорошо и с дойной, а если в этом возрасте, тогда просто это нереально будет заехать. Поэтому, чтобы заезжать на такие горочки, надо уже ставить даже больше, чем 24 зуба. Здесь даже 24, наверное, мало будет. Ну, а так, по такой дороге, вот, по которой я сейчас езжу, не считая каких-то больших горочек, то ездить, в принципе, можно. Вот сейчас впереди будет еще один небольшой такой подъем или холмик, как его назвать. Ну, в общем, дорога там пойдет вверх. Вот она уже идет. Заезжать, в принципе, возможно. На вот такой вот 21 зуба, 21 зуб. На вот такие вот холмики небольшие можно будет заезжать, не прилагая при этом каких-то больших усилий. Если они не затяжные, конечно. Но для, бля, серьезных горок уже ее просто не хватит. так что имейте в виду, если какие-то там горы, горочки серьезные, тогда ставьте уже больше, больше звездочку, чем на 24 даже. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!